Период обильных снежных осадков был ожидаем, но что наступят последствия такого масштаба, никто даже предположить не мог. Штормовое предупреждение поступило по официальным каналам связи еще накануне, и тем не менее город через двое суток стал похож на кинокадры блокадного Ленинграда. Автомобили стояли засыпанные снегом по самую крышу. Одиноких прохожих ветер сдувал в сторону, пытаясь выбить из заячьей тропки, по которой еще можно было добраться до места назначения. Полки магазинов резко опустили. Автомобили, груженные товаром, стояли в многокилометровых пробках на Тюменской трассе в ожидании хоть какого-нибудь движения. Огромные опрокинувшиеся фуры и автомобили, ставшие жертвами стихии, растаскивали подоспевшие военные на тягачах и танках. В городскую диспетчерскую поступали все новые сообщения об отсутствии света, воды, раздавались просьбы о том, чтобы откопали выход из подъезда, расчистили тротуар или дорогу. За двое суток диспетчеры приняли около 800 звонков. Оставшись без электроснабжения, страдали фермы, больницы, производства. Сухоложцы в застрявшем, занесенном снежной буре автобусе на повороте в Богданович ждали спасения с 23 часов субботы до 6 утра воскресенья, пока кто-то из пассажиров не позвонил в городскую диспетчерскую службу. Только к 7 часам утра люди были доставлены снова в Сухой Лог, откуда выехали накануне вечером. На Тюменский тракт с палатками для обогрева и горячим чаем выехали по распоряжению председателя правительства области Дениса Паслера пожарные части. Город опять выстоял, но нам и не впервой. Город опять выстоял, но нам и не впервой.